В этом ролике я покажу, как прокачал свой аппарат хватайку. Все старые моторы я заменил на EV3, и теперь механизм полностью автоматический и управляемый. А самое важное, что я выложу инструкцию и полный список деталей в своём Телеграм-канале, чтобы вы смогли собрать точно такой же аппарат и повторить все мои доработки. Ну что ж, а теперь приступим к самому интересному, улучшению и доработке нашего аппарата хватайки. Я ускорю этот процесс, чтобы вы смогли увидеть всю работу за 30 секунд, а затем мы подробно разберём, что же изменилось. Приятного просмотра! Чтобы всё работало как часы, нужна специальная программа, которую я сейчас напишу, а вы увидите процесс в ускоренном режиме. Вот мы и закончили улучшение нашего аппарата хватайки, и теперь я готов продемонстрировать его работу. Значит, как мы заметим, мы сделали буквально два изменения. Добавили всего лишь два мотора, то есть заменили вот этот моторчик на мотор от EV3, и также заменили вот этот мотор тоже на мотор от EV3. Соединили при помощи такого жёсткого соединения правый привод и левый, а также перенесли вот этот мотор чуть выше, он был прямо вот здесь вот. Мы перенесли его буквально тут на два пина выше. Также я выдвинул всю систему на один пин вперёд, и добавил вот здесь такой блок, теперь управляется всё при помощи него. То есть теперь всё просто, просто включаем программу, и при помощи кнопок на дисплей управляем движением самого хватайки, самого крана. То есть вот мы управляем прямо ей, вот так вот можно двигать вперёд, назад, туда-сюда, во все стороны. Хоп-хоп. И когда мы уже прицелились, готовы взять, мы просто нажимаем центральную кнопку, оно автоматически опускается, захватывает, и затем возвращается вот сюда, в исходную позицию, после чего открывается, сбрасывает игрушку. Давайте нам не повезло, давайте как-нибудь здесь немножечко расчистим, вот так поудобнее сделаем, и попробуем в этот раз шерк. Ура, у нас получилась твоя игрушка, как мы видим, и теперь он отправляет её в речейку, откуда мы её с вами получим. Оп. Видимо, она выпала, и теперь можем легко, спокойненько её вот так достать. И у нас такое вот прикольное, это звезда такая, для специального блога, видимо. Прикольная-прикольная такая подводная мина нам выпала. И, как видим, можно спокойненько играть, то есть стало куда удобнее, теперь нет никаких непонятных движений, то есть до этого были там всякие непонятные рывки, движения, теперь у нас всё спокойно, всё управляется с помощью одного лишь блока. Попробуем зацепить игрушечку, ну-ка. Опа, 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 и да, у нас получилось схватить, и мы сейчас посмотрим, как она доедет, да, до нужной точки. Оп. И, как мы видим, к нам приехала наша игрушка. Можем открыть. Куда, кстати, удобнее, чем пользоваться предыдущей, мне кажется. Здесь у нас набор. А, это, скорее всего, переносное радио, да. Да, вот такая прикольная у нас. Тола, ты её взял в руку, давайте, например, человечка. Это даже, например, Гарри Поттера. Либо это можно использовать, например, такую. Ну вот, ну, видим, ну, очень прикольная. Так, дали ему в руку, и вот он пошёл такой, слушает музыку. Давайте только перевернём, чтобы все остальные могли тоже слушать её. И вот он идёт с такими двумя радио прикольными. И идёт такой, слушает музыку. Во все стороны у него она играет. Ну что ж, самая интересная часть этого видео подошла к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на Ютубе и в Телекраме. А дальше мы переходим к детальному разбору программы для самых заинтересованных зрителей моего канала. Так, а сейчас будет такая, тут конец, часть. Для тех, кому интересно, как именно работает программа. Для там всяких людей, для которых прям реально очень важно, интересно посмотреть, как работает, как устроена моя программа. Она очень простая, её объяснять, я думаю, займёт буквально несколько там минуточек, её объяснение займёт. Значит, что у нас есть. Если нажата верхняя кнопка, то запускается мотор D со скоростью 70%. Дальше мы проверим, если нажата нижняя кнопочка, то запускается мотор D со скоростью минус 70%. Если оба сработали как нет, то есть и ни верхняя, и ни нижняя, то мы мотор D останавливаем. Давайте посмотрим, как это именно на конструкции работает. Если мы нажимаем верхнюю кнопку, то у нас запускается мотор D. Давайте посмотрим. Мотор D, это вот отсюда идёт провод, вот так вот, хоп-хоп, постучается к вот этому правому боковому мотору. Запускается мотор, он начинает крутиться, и наша конструкция начинает двигаться вперёд, вот так вот, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Если мы нажимаем нижнюю кнопочку, у нас срабатывает второе условие, первое нет, второе да, и он начинает крутиться в обратную сторону, таким образом наш механизм едет на нас. То есть от нас на нас. Если ни верхняя кнопка, ни нижняя кнопка не нажаты, ни верхняя, нижняя нажаты, то мотор останавливается, и мы никуда не едем. То же самое, если передняя, верхняя кнопка нажата, мы отпустили, остановился. Нижний кнопка нажали, поехала обратно на нас, остановился. Всё довольно-таки просто для понимания. Теперь давайте мы эту уже часть уберём, которую мы только что с вами обсудили. Вот это была она часть. Мы её вот сразу вот так в бок сдвинем. И давайте возьмём следующую часть. Давайте ещё вот так разделим, потому что тут всего три части. Оп, следующая часть. Что у нас в этой части? Ближе мы не можем уже делать. Если нажата левая кнопка, то запустить мотор со скоростью минус 50. Если нажата правая кнопка, запустить мотор А со скоростью плюс 50. Если оба у нас работают на нет, то мотор А остановить. Смотрим на наши инсталляции. Мотор А. Значит, это у нас мотор Д. Это мотор А. Смотрим, куда идёт провод. Провод идёт к вот этому мотору. То есть передний мотор уйдёт. Он у нас отвечает за то, чтобы двигалась по оси Х. То есть влево, вправо. Наша конструкция. Значит, если мы нажимаем на левую кнопку, то запускается мотор с скоростью минус 50. И он едет влево. Нажимаем на правую. И держим, естественно. То он у нас едет направо тоже. Запускается с 50. 50 скорость едет направо. Если ни одна кнопка не нажата, мотор останавливается и стоит на месте. И наша конструкция никуда не двигается. Нажали вправо. Он взвинулся вправо. Отпустили кнопку. Он остановился. Довольно-таки всё просто. Продолжаем. Осталась последняя часть. Последняя часть довольно-таки большая. Но не пугайтесь. Тут всё тоже довольно-таки понятно. Есть нажатая центральная кнопка. И после того, как нажать сранку, происходит то, что внутри находится. Мы нажимаем центральную кнопку. И что у нас сначала происходит? Сначала мотор С перемещается на 0,1 секунду со скоростью минус 20%. Затем мотор Б запускается со скоростью минус 20 на 2 секунды. После чего мотор Б запускается на плюс 20. Он запускается. После чего 0,6 секунды. Сначала у нас мотор С срабатывает 0,6 секунд со скоростью 30%. Затем мы ждём ещё 1,5 секунды. Останавливаем мотор Б. Затем мотор А запускаем с скоростью минус 50. Мотор Д запускаем с скоростью минус 70. И ждём 5 минут. После чего остановим его мотора. И затем мотор С открываем на 0,2 секунды с скоростью минус 75. Ждём на 5 секунд. И делаем то же самое, только обратно. Тоже только скоростью плюс 75. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит на нашей инсталляции. Что происходит? Сначала мы нажимаем центральную кнопку. После чего перемещается мотор С на 0,1 секунду со скоростью 0. О, я случайно включил. Но ничего страшного. Давайте вынем батарейки, чтобы она не включалась. Или как только он запустится, мы с вами сразу же выключим его. Или я просто сейчас скидну это время. Всё, я выключил и выключил эту штуку. Значит, сначала запускается мотор С. Что делать в мотор С? У нас первоначально клешня закрытая. Он... Давайте посмотрим, откуда здесь мотор С. Мотор С это самая длинная вот эта вот провод. Что делать в мотор С? Он открывает эту штуку вот так. Хоп. Хоп. И открывает нашу клешню, чтобы она у нас была открытой. После чего запускается мотор B. Он опускает 2 секунды. Нашу клешню вниз. После чего мы начинаем одновременно закрывать клешню. И одновременно вместе с этим клешним мы начинаем поднимать. То есть у нас происходит закрытие. Тем самым мы более надежно можем схватить игрушку. То есть, например, какую-нибудь такую игрушку. Мы ее более надежно захватываем. И так как мотор у нас выключается, то есть он зажимает ее и одновременно начинает подниматься вверх. И когда он поднимается уже полностью вверх, он блокируется, мотор сверху, который зажимал игрушку. После чего запускается мотор A и D, которые отвечают на задвижение. Они передвигаются сначала, не передвигаются одновременно, на нас и влево. И таким образом наша клешня передвигается к отсеку, где выпадают уже игрушки. После чего мы видим, что у нас мотор C, точнее у нас она не останавливается, оба мотора. После чего мотор C открывается. 0,2 секунды скоростью минус 75 и потом закрывается обратно. И все. Дальше можете заново регулировать, туда-сюда ездить. Нажав шерстную кнопочку, у нас работает этот механизм. Я думаю, все довольно-таки просто, все довольно-таки понятно. Вот такая программа. В целом ничего сложного. То есть программа куда проще, чем то, что было первоначально. Потому что первоначально программа, когда была очень сложная, там было несколько разных видов. И были и EV3 блоки, и другие еще блоки были там. И было реально проблематично. Сейчас программа очень простая. Да, длинная, но при этом очень простая. Тут в основном стоит из каких-то там, да, если. То есть из условий в основном стоит. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ребят, ставь лайк, подписывайся на канал. С вами был Типок. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok